Ля, как будто бы RTX, да, но это же не RTX, новогодняя ёлочка. Здравствуйте. Блин, красивый интерьер. Я счастлив, что я владелец такого прекрасного домика, точнее, квартирки, апартаментов. Выпал снег, а значит, нам нужна новая тачка, потому что мы как бы занятые люди, дело у нас по горло. И я уже присмотрел себе кое-что интересное. Мне чисто визуально эта машина нравится, я, в общем-то, тут ни хера не знаю на самом-то деле вот это вот. Чёрная. Или белая. Нет, чёрная. Давайте... Хотя, почему бы не белую? Просто мне она визуально чисто нравится, вот прям ездить, чтобы и решать вопросы. Белая давай всё-таки, ладно. Так, это же моя. Сан-Витас-стрит-дом. Тысяча, господи, пипец, какие там цифры большие. Так, в скором времени будет доставлено в гараж. Окей. Ох, зима. Ну, могу сказать, что на улице прохладно. В принципе, градусов, наверное, где-то минус 10. Студия Rockstar поздравляет вас с праздниками. Спасибо ей. 20 фейерверков, 25 липучек. Ни хера себе. Так, механик. Дядя Вова. Блядь, то дядя Вова, то дядя Витя, не помню, что. Ес, айнит сам? Этот гараж пуст. А, Сан-Витас, это, короче, не вот это, да? Ну-ка, подожди. Блядь, я не хотел в гараж заходить, вообще-то. Я хотел просто посмотреть на адрес. Не, это Rockford Hills. Подожди, Сан-Витас, это где у нас? Так, все, транспорт доставлен в гараж. Контакты. Витя, Витек. Алло. Я хочу себе свою новую тачку. Вот она, родненькая. А, блин, она наполовину белая только. Ну такое, тогда лучше бы я... Ты что? Ты, блядь, знаешь, с кем ты связался? Давай, уезжай. У меня контракт. Пипец. Нормально. Ух ты. Звук дверей, короче, со скрипом такой. Прикольно, классно. Так, значит, все. Нихера себе тут радио понадобавляли. Капец, я, конечно, давненько. А, медиаплеер? А, типа свое что-то можно... Да не сигналь-то, еду я потихоньку. Так. Ну, в общем-то, вот такой вот 300-мобиль, можно сказать, да? Звук, кстати, кайфовый. Ну, короче, салон абсолютно такой же, как и у всех машин в этой игре. Ну что, получается, перед делом нужно заехать, наверное, машину эту немножечко, ну, как бы, привести в порядок, так сказать, да? Ну, на такой... На таком ведре мы, конечно же, ничего не сделаем. Нам нужно, чтобы это ведро было чуть-чуть меньше ведром. Чуть-чуть больше бутылкой. Ну, могу сказать, что она такая, достаточно неустойчивая. Хотя, может быть, это из-за того, что снега много выпало в этом году. Потому что в прошлом было чуточку поменьше. Вот, жители Лос-Антоса как бы не готовы. Короче, заезжаем, значится, к Виталику теперь. Он вот тут вот проживает в Лос-Антос Кастомс. Он прям именно живет здесь. Витя. Подожди, Витя, что это... Короче, да. Да, моя машина нуждается в Magic Touch. Антенны. Ну, естественно, нам же нужно будет с пришельцами как-то связываться, связь ловить. Так, броню, естественно, ёпта. Тормозов. А почему? Чего? У меня нету... У меня нету 25-го уровня? Серьезно? Ладно, движок. Глушители. Ну, парные трубы. Ну, хз, нет. Давайте оставим одно все-таки. Взрывчатки нам зачем? Крылья нам не нужны. Так, ага. Таран. Ну, конечно же, поставим. Потому что, как бы, почему бы и нет. Решетка радиатора. Ну, честно говоря, вот это выглядит как-то... Поприкольнее. Стоковые дефлекторы. Ну, как бы поставим. Капот. Что-то меняется вообще? Подожди. Ну, добавляются вот эти вот выемки, да? Но... Ну, ладно, поставлю. Неон мы, естественно, ставить не будем. Так, какие-то раскраски есть. Ага. Ну, о, блин, нифига. Это ж как в ГТА Сан-Андрес прям, да? Точно, да? Или нет? Там же такая же машина. Ух ты, нифига себе. Кстати, я бы... Я бы, честно говоря, помылся. Не, я бы такую раскраску сделал бы, на самом деле. Только, не знаю, более такую ржавую, наверное. Ну, правда, блин. Ну, не знаю. Цветный камуфляж. Или чисто черную ее сделать. Давайте я поставлю вот такую. Чтоб страшно прям было. Когда мы подъезжаем, как бы люди начинают понимать потихонечку, кто приехал к ним разговаривать. И вот быстренько очень пойдут отдыхать, так сказать. Цветовая панель. Ну, естественно. Продать. Да, сразу продать. Подножка. Капец, тут сколько всего, блин. Охренеть можно. Подвеска. Ну, окей, поставим. Трансмиссии у нас нету. Турбонадува у нас нету. Колеса. Вездеход. Ну, вот такое поставлю, я думаю. Небольшая тонировка. И все. Теперь можно ехать на дело. И как она, кстати, дубасит? Ну, мы, по сути, поставили только трансмиссию. Блин, почему закрыто все-то, ебаный? Неужели? Как у меня нету какого-то там, какого? Какой у меня уровень еще? 17-й всего лишь. Ну, такое. Кстати, что странно. Смотрите, она ржавая. Вот эта ржавчина, она же не глянцевая. Ржавчина же не глянцевая. Почему она так хорошо отражает? Ну, да, конечно. Ну, ладно. Так. Значит, теперь мы едем. Ну, она стала бодрее сразу, можно сказать. Едем в офис. У нас дело. Зима наступила. Богатый какой-то там чувак замерз. И нужно прийти порешать вопросики. Вот это, на самом деле, круто. То, что все-таки, несмотря на то, что это Лос-Антос, типа аналог Лос-Анджелеса, в котором не выпадает снег, Рокстар все равно добавляют снег. Потому что, ну, как бы, блин, хочется. Хотя в GTA V карта, в принципе, разнообразная достаточно. И тут не то, чтобы так сильно прям хочется этого снега. Блин, реально, двери скрипят. Это круто. Вот. Но вот пор за Харазин 5 снег прям... Вот хочется, чтобы вся карта была заснежена. Это было бы прям реально там очень круто. Это все-таки гонки. Там это еще и на физику влияет вообще на все. И, блин, жалко, что они там решили не добавлять все-таки это. Так, значится... Мне, кстати, понравилось вот это. Я в прошлой серии не заметил. Франклин Клинтон и партнер. Просто такой, блядь, просто забил, забил хер, да? Спасибо, спасибо. Stay safe. Так, ебт. Зарегистрируйся. А, ебаный в рот, блядь. Забываю вечно. Так, стать шефом. Ссядаем. Контракты. Что у нас сегодня? Значит, есть защита объектов, какие-то возвраты транспорта и ликвидация банды. 54 тысячи целых заплатят. О, давайте-ка. Это сразу я и возьму. Потому что 54 тысячи все-таки. Покиньте агентство. Эм, поговорите с охранником, если вы хотите покинуть на своем трансфере. Нет, спасибо. У меня там стоит припаркованный автомобиль, так что все хорошо. Итак, мне позвонят, наверное, да? Как бы обговоримся? Привет, знаешь, чью монополию лучше не трогать? Чью? Монополию крупнейшего торговца оружием во всем штате. Ну что, угадаешь, кто кого крышует? Все верно. Ты и я. На прошлой неделе мы с директором компании познакомились на галовечере. Он сказал, что пропащие торгуют пушками в каком-то заброшенном отеле Сэнди Шорс. В общем, замочи всех гадов, которые охраняют пушки. А то наш клиент хочет уничтожить эту дрянь в зарудыше и обещает за это неплохие деньги. Нифига себе! То есть мы, кстати, тачку выбрали, получается, реально в тему. Потому что мы сейчас едем, получается, за город. Далеко-далеко. Блин, вот это кайфово. Даже хочется, так знаете, немножко проникнуться атмосферой. Типа от первого лица покататься. Правда, от первого лица тут в машине не чувствует. Вот после Forza Horizon 5 вообще, наверное, ни в одной игре от первого лица вы кататься не будете. Потому что, ну, в плане ощущения, в плане чувства того, что ты находишься в салоне реально машины. Здоровой, такой, точилой, блядь, двухтонной, да. Вот этого вот круче, чем Forza Horizon 5 пока что нет. И особенно зеленый фильтр на лобовом стекле. Ну вот здесь вот чувствуете? Вы видите, что тут лобовое стекло? М? Лично я? Нет. Как будто, блин, я просто без стекла еду вообще. А вот в Forza Horizon 5 это передается прям офигенно. Блин, ну это круто, знаете, такой чисто взял, приехал в офис, такой, опа, алё. Тут у нас делишки появились. Надо за город далеко выехать. И едем тупо в деревню какую-то. Такие покидаем. Тут все постепенно, знаете, вот как вы, когда выезжаем за город, постепенно тише становится. Там, да, как бы меньше всякого движа. То есть чисто вот такие одинокие машины на одиноком шоссе. Блин, это круто. Кстати, непонятно, где, блядь, снегоуборщики. Настолько, что ли, не были готовы к зиме, что... Что, блин, даже на шоссе вот этом вот, на котором просто тысячи квадриллионов машин ездит, снега, ну, блин, так же, как и вообще везде, в принципе. Блин, кайфово. Сколько время? Четыре утра. Ооо, мы их навестим под утро. То есть они будут спать, и мы им сделаем сюрприз. Кайф. Ветряки стоят. Не, атмосферно, конечно, пипец. Игра, я не знаю, просто охуенно атмосферная, реально. Так, следующий съезд наш. Значит, вот тут вот мы перестраиваемся. Молодой человек, подвинься, мы спешим немножечко. Так, ну, кстати, тормоза, по-моему, тоже стали, типа, ну, похуже работать из-за того, что снег, опять-таки. Итак, мы понемногу тут подъезжаем. Ну шо, перекорим последний разок, и как бы пихали. Давайте чуть дальше встанем. Понаблюдаем. Понаблюдаем за молодыми. Так, найдите и уничтожите капитанов-пропащих. Ага, вон они. Ну давайте я здесь тогда припаркуюсь. Так, окей, блин, как же круто. Тут еще реально вот эти вот звуки дверей. Так, это ж еда, да? Курева, ёпта. Ну шо, собственно. Блин, я, конечно, гений, да? Мне нужны хп, как бы сейчас, для задания. Так, ну, мы успеем перейти дорогу. Извини, мог бы и не сигналить, не привлекать внимания. Так, хорошо. Меня сразу будут атаковать или че? Окей, в этой машине вроде бы никого я не вижу, поэтому давайте мы сразу... Окей, у меня глушитель на пистолете есть. Погнали, ёпта. Ага, меня уже спалили. Я хотел по стелсу вообще-то, ну ладно. Так, сверху есть чуваки. Где вы? Вы знаете, с кем вы связались? Где вы, где вы, где вы, где вы? Ну, вылазь. Вылазь, по-тихому, братулёк. Очканул или что? Так, ладно, я лучше возьму тогда вот этот особый карабин. Снизу никого. Сверху плавненько вот так выходим. Так, ой-ёй-ёй, 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 уже стреляют. А откуда? Вон откуда. И вот здесь ещё, во втором здании есть, на втором этаже. Вы ликвидировали капитана, в смысле, и всё? Так, мне нужно, наверное, съебаться вот туда. Подожди-ка, пиротехника. Так, а что у меня ещё есть? Опа, ракетная установка, ёпта. Бля, может запустить как-нибудь по-тихому туда? Вот чуть-чуть, вот как бы вот. Опа, нахуй. Блядь. Чуть-чуть забор нам помешал? Ну, сейчас, сейчас разберёмся. Опа, всё, потихонечку, поехали. Так, ладно, валим, короче, в комнату. Блядь, заебись. Свалили в комнату. Чё-то как-то мы потеряли хватку. Так, давай всё, давай нормально разъём. Кстати, могли бы сделать контрольную точку не в этом месте, блядь, а как бы хотя бы до того, как я спалился. Что у меня есть, в общем? У меня нихуя нету. Винтовка какая-то, пистолеты, микро-пп. Ну, микро-пп вообще такое, типа. О, какая-то херня. Где там? Добрый вечер. Добрый вечер, добрый день. Приляжьте, молодые. Блядь, я даже не вижу, в кого я стреляю, но, окей, стреляю в кого-то. Так, а здесь у нас где? Где вы? Привет. Так, одного повалили. Тут где-то ещё один есть. Так, подожди, чуть-чуть спрячемся. Вставай. Отсюда идут? Я слышал, что здесь кто-то, какая-то девка разговаривал. Ой, блядь, а там приезжают, кстати. Мне кажется, я очень-очень долго здесь на месте стою. Хернёй какой-то страдаю. Блядь, заебись. Эээээм, ебанутая миссия. Вердикт хуйня, поэтому мне поебать, блядь. Пострелял. Здорового, блядь. Да, ёб твою мать. Да, ёб твою мать. Во, наконец-то попал. Попал. Иди нахуй. Блядь. Чё за говно-то, ёб твою мать? Джон Уик, ты где, ебаный в рот? Почему они, блядь, со всех сторон идут? Где я должен тут прятаться, я не понимаю. Так. Да, ёбаный ты, шашлык, что ты делаешь? Хавайся. Да, хавайся, блядь. Где они, блядь? Я не вижу, нихуя. Я не вижу, нихуя. Ёбаный ваш, блядь, батл-рояль, нахуй. У меня есть? У меня нету больше нихуя. А этой хуйней я взорву? Конечно, взорву, блядь. Может, если несколько раз, в принципе, выстрелю, то и взорву? Хуй вас знает. Не, ну весело, конечно, пиздец, блядь. Не понимаю, нахуй. Наверное, прикол в том, что было написано, что уровень сложности специалист. Да какого хуя? Я же по стелсу проходил. И типа, они меня не должны были даже увидеть, то, что я туда пробрался, блядь. Но они какого-то хуя увидели. Не, ну я даже пробежать не могу, блядь, нормально здесь. Так, хорошо. Так, подожди. Мне бы хотя бы чуваков вот с того здания, блядь, снять. Все было бы хорошо. Так, хотя бы с этими разбор... Блядь, да ёб твою мать! Он просто упал и на земле начал, блядь, стрелять, сука. И убил меня. Ну что за хуйня? Ну, блядь, ну так нечестно. Ну, ёбаный в рот! Игра, блядь, сделай, блядь, ёбаный ты фильм, нахуй, экшон, а не вот эту дресню залупенскую. Рокстер, вы чё, блядь? Хуйню какую-то придумали. Ну, алё, я ж в голову стреляю, блядь, сколько можно? Не, ну пиздец, сколько у него хп? Сколько у него хп? Вопрос. Вот, раз, два, наконец-то, блядь. Так, ты, молодой, ложись. Кто ещё, блядь? Где этот хуесос? Вот я вижу на карте, но я не вижу его. Причём он по мне стреляет. Не, я в охуе, конечно, пиздец. Так, ладно, пизду. Я, наверное, возьму машину. У них же, блядь, тут, сука, меткость ещё и, блядь, просто за километр могут стрелять и попадать при этом, нахуй. Так, а, вон он где, сверху. Ну, окей, как бы с ним я разберусь вот так вот. Правда, в меня там, блядь, с другой стороны стреляют немного. Да ёбаный ты, шашлык! Охуенно. Может, эту миссию надо не одному проходить, а, блядь, хотя бы с кем-то? Потому что, ну, это полный пиздец вообще какой-то. Блядь, это реально Unreal, нахуй. А не пиздец, какие метки, да сука! Нет, в клубе было, конечно, покруче. Первый контракт, я думал, как бы, в таком роде они и будут, это тупо дрочерство. Я банально, я не могу банально пробежать сюда, я не могу нормальные позиции занять. Тут какой-то полный пиздец происходит. Со всех сторон они лезут. И какой, нахуй, в этом смысл? И чё мне, блядь, надо делать? Каким раком я должен тут это всё проходить, нахуй? С кем я должен, блядь, стреляться? Как я должен, блядь, стреляться? Ну, окей, вот там чел. Ну, он сейчас просто вылезет и один меня ёбнет. Да. Короче, я сгонял немножко тут в амунацию, вот эту вот неподалёку, закупился патронами и понял примерно более-менее хотя бы какую-то тактику, по которой здесь можно хоть как-то, хоть что-то сделать, потому что это, ну, полный трындец. В общем, нужно заходить через вот этот дом для начала. Я там часть уже зачистил, и вообще лучше вот так вот под них не открываться, потому что чё он стоит? Чё он стоит смотрит, лол? Нормально. Короче, через вот этот дом лучше всего заходить, и лучше где-то, наверное, с той стороны. Подожди, здесь внизу есть кто? Ну, это, конечно, полный пиздец. Это реально, это реально сложно. Так, тут я никого не вижу. Окей, спецназ работает, ёпта. Наполовину, конечно, блядь. Трыздох уже тысячу раз. Так, а, это труп. Окей, это труп. Так, здесь никого? Вроде бы, вроде бы, в этом первом здании больше никого, в принципе, и нет. Во втором здании кто-то есть, в общем-то. Мы спрыгиваем здесь. Давай сразу поднимаемся. Так, сюда, ёпта. Кто тут орал? Блядь, понял. Так, мы тогда, значит, поступим как, в принципе, грамотные люди. Добрый вечер. Она, она, она легла, надеюсь, да? Как бы она легла, всё нормально. Так, я лучше обойду, пожалуй, потому что здесь шансов того, что я там удачно, как бы, пробегу к ним, как-нибудь зайду вообще, ну, шансов у меня маловато, я могу сказать. Мне нужно как-то это всё обыграть. Давайте спрыгну лучше. А то сверху. Так, где они? Снова я не башу. Никого. Слева где-то? Чуть левее. Но? Вылазь. О, привет. Минус один. Вылазь. Молодой. А может быть, даже не очень. Не хочешь вылазить? Окей. Тогда мы, блядь, чуть-чуть по-другому разберёмся. Добрый день. Так. Вон там ещё есть, чуваки. Добрый вечер. Минус один. Второй откуда-то там стрелял. Так, сховаемся пока что, пожалуй. Правда, блядь, меня здесь, меня же здесь видно. Алё, можно пострелить. Чё за укрытие-то такое ебанутое. Так. Не вижу. А, ну даебись. То есть, они через кусты в меня стреляют и как бы видят меня прекрасно. А я... Ну да. Спасибо. Понятно. Я, наверное, ещё всё-таки гранатку заюзаю. Даже, наверное, несколько. Просто им там устроим фейерверк. Блядь, нормально. Потому что они меня заебали, реально. Охуенно. Не, ну это, конечно, полный пиздец, реально. Потому что я их просто не вижу, блядь. Я их просто не вижу. Чисто вот физически их не видно. Потому что они сквозь кусты там стреляют. Прикол в том, что там реально, блядь, везде... Ну вы видите? Алё, вон, везде кусты. Блядь, потому что там кусты, сука, они сквозь кусты-то меня видят. Потому что это ж ёбаные неписи, нахуй. Идите вы нахуй, ну оставьте меня в покое. Дайте мне, блядь, хотя бы увидеть вас, ёбаный в рот. На пиксель там где-нибудь... Я не знаю, вот именно что. Даже на пиксель некоторые, блядь, не торчат. Вот откуда сейчас стреляли? Ну, даже выше залезу, блядь, чтобы виднее было, нахуй. Вот откуда, блядь, стреляют? Я не вижу, откуда вы видите? Где? Где, блядь? Где этот хуисус? А, ну понятно. Тоже тут, блядь, здесь все чёрные, здесь все зелёные. Да, они, блядь, камуфляжи подобрали специально для меня. Ебать, я испугался, там мотоцикл проехал. Подумал это... Подумал это подкрепление к ним уже едет. Так, всё, ладно, окей. Хотя бы кого-то, блядь, вижу, наконец-то. Окей, всё. Вроде бы осталось немного. А покиньте сектор, что? Подожди, в смысле покиньте сектор? Подожди. И давно мне это писало, покиньте сектор? Как я, блядь, покину сектор? Оставшееся время 10. 9. Алё, в смысле покиньте сектор-то, нахуй? И чё? Задание выполнено. Эммм, агентство по делам ВИП, денежное. Что, блядь? Эммм, и мне дали 3 звезды. По-моему, это какая-то подстава подстав, блядь. Ну, это полная реально хуета. Прям полная хуета. Я знаю, как я буду съёбывать. А чё вы думали, блядь? Чё, думали я не знаю, что ли? Так, дядя. Да ёбаный в рот, ну, не поднимается настолько высоко прицел. Ну, блядь, заебали. Давай. Блядь, у меня не работает шифт с пробелом одновременно. У меня клавиатура древнегреческая. Сука, я не могу запрыгнуть. Пиздец. Что за пиздец, блядь? Почему я, нахуй, такой везучий человек на свете, блядь? Это пиздец. Да иди нахуй, какой Коннорс, блядь? Какой за аксессуар? Ёбаный стыд. Пиздец, скажите ещё, что у неё, блядь, колёса пробиты. Иди нахуй, не трогай меня. Выключи, еб... сирену. Так. Блядь, отъебись от меня! Кто ты такой? Да мне похуй, кто ты? Скинь... Я трубку не могу скинуть. Ты чё, ебанутый? Ты знаешь, что... Мне похуй на твою травку. Какие, блядь, тапочки? Какие... Без тапочек он не может. Ммм, ммм. То есть, блядь, охуеть. Вот вы прикиньте, вы Путин. Вы Путин, и вы таки едете на какую-нибудь там встречу с Ким Чен Ином, да? Очень-очень важно. Вы приехали, у вас там в разгаре вообще какая-то эта, блядь, дискуссия, да? Ну, хотя, тут другая ситуация, конечно, чуть-чуть. Тут, блядь, не просто нахуй дискуссия, ебать. У меня, блядь, можно сказать, дискуссия, блядь, с жизнью, смертью и, блядь, ещё и с полицейскими. И вам звонит просто какой-то хую, Диман, блядь. И такой, я без тапочек не могу, алё. Принеси тапочки, блядь. Вы ебанутая сука. Не, я, ну как бы, говорить-то уже говорили про то, что в GTA, блядь, онлайн, ёбаный телефон всех заебал. Но, сука. Какого хуя я хотя бы сбросить-то не мог, блядь? Какого хуя мне дали три звезды? Короче, игра, походу, идёт в корзину после этой миссии. Всё, мы оторвались, наконец-то, пиздец. Металлолома, это вот, это вот, у, блядь, какого металлолома? Мегамолла, блядь, металлолома. Доберитесь. Это вот этот вот Мудиман, да, пошёл бы он нахуй. Вот что я могу сказать. Или, да, у меня же задание выполнено, пошёл бы он в сраку. А чё, подожди, лол. А вы видели это? Раньше же не так было вроде бы, да? Обновили тюрьму? Подожди, это тюрьма, да? Да. Обновили? Ебаться, всраться. Короче, пиздец. Вот что я могу сказать. Счастья, здоровья, блядь, любви, удачи. Я пойду нахуй валерьянку пить. Всем пока.